Всем добро пожаловать на канал УРАСКУЛЬ САЛЬБА. Сегодня мы будем производить монтаж на вес 6х6 на данном этапе распаковываем и собираем каркас. В дальнейшем будем все прокручивать и крепиться к фундаменту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вторая часть монтажа. Как я и говорил, каркас мы собрали, выставили предварительно. Замерили все, выставили по уровню, по рулетке, по шнурке. Предварительно закрепили один анкер. Далее прокручиваем прогоны, также утягиваем фермы со столбами. И одновременно бурим остальные анкера, убиваем. Дальше мы доделываем прогоны и потом будем уже кидать пуль карбанат. Немножко сниму вне прямого эфира. Они сами себя не снимают. Вот так работа идет. Михаил крутит у нас прогоны соединительные. Александр, базу, крышку на крышу, а Леня добивает анкера. То есть анкерик. Вот у меня есть терпоратор. И вот так и пульчиком добиваются анкера. И шапогоны. Сверстия все уже просверлены. Протяжка. Здесь ставится до соединения. Соединение. Теперь поликарбонат. Оставится вот такая, эта база. В нее ложится поликарбонат. Сверху еще крышка. Сейчас я вам покажу ее. Если успеем. Вот она, вот с такой резиночкой. Кашка. Сегодня мы на монтаже навесов. 6,20 по осям и длиной 8 метров. Обратите внимание. Сварочных работ первое. Мы не производим на монтаже. То есть вся конструкция производится в цехе. Изготавливается. Потом полимерно-порошковая покраска. Ну и естественно со сверлением всех отверстий. На месте все это просто скручивается. Вот обратите внимание, какой огромный пролет. Между столбами. 6,20 по осям. Получается. Минус. 86,26,16 по осям. Какие мощные, значит, техническая часть. Фермы. Верхние, если вы видите, да. Они изготовлены из трубы 40 на 40. Все это оцинкованная труба и соответствующая. Как мы всегда делаем. 40 на 40. Развязки диагональные везде для мощности. Потому что мы делаем гарантию 10 лет по снеговой нагрузке без ограничений сами. Смотрите. Столбы. 80 на 80. Труба. Тройка. Здесь один элемент. Только столбы. Из черного металла. Но у них покраска в два слоя. Подпятники. Видите, как все. Швы какие. Это все в цехе. Пятерка металл. Косынки. И все это на анкера. Десятые минимум. 102-160, кажется, крепится. На четыре анкера. На подготовленные площадки клиентов. То есть, разбив косевые мы все дали. Залили тумбы. И вот так устанавливаем. Сейчас пока не раскреплено. Просто на времянках. Ветровые. 40 на 40. 20 на 20. И смотрите. Самое главное. Многие делают. Если вы обратите внимание. Обратите внимание. Многие делают. Ферма. И сверху. Вот так. Ребром трубу. Зачем? Не знаю. В виде экономии. Потому что на месте сварка идет. У нас же это идет. Вот такой прогон. На ребро. Видите? Такой прогон. Который соединяет арки. Из трубы 20 на 40. Все оцинковка. И с двух сторон пластины. Видите? Они крепятся саморезом 5,5 на 19. Они на разрыв выдерживают нагрузку до 5 тонн. И посмотрите. Каким шагом. Шаг где-то 60-55 сантиметров. Покрытие идет 8 миллиметров. Цветной поликарбонат будет. И вот такие комплекты навесов. Если, например, в регионы. Мы их разрезаем еще пополам. Делается. Тут болты. Стягиваются. Чтобы было более жесткое. А на месте мы можем привезти уже такие в Екатеринбурге мощные арки. То есть мы заказывали машину 7-метровую. 6-ти метровый. Открытый борт. И привезли. Цельно сварные арки. В отличие от никакой сварки. Никакой подкраски. Никакой эмалии. Видите. Все. То есть все это. Вот болт 10. Здесь стоят у нас не 8 болты. А уже 10. Вот. Вот. Видите. Это все болты 10. Вот так вот. Длина его 8 метров. Здесь сделано вылет. Обратите внимание. Видите. По 900. Плюс немножко будет поликарбонат выступать. Где-то 10 сантиметров. Вот такие мощные. Вылет с двух сторон. Получился навес 8 метров длиной. То есть 4 листа поликарбоната. Вот как раз по две машины. Вот это ворота здесь. Отъезжающие. Раз машина. Два машина. Какая красота. Монтаж автонавеса. Внутренний размер составляет 6,6. С выпусками 6. Ширина и длина 7,5. Поликарбонат использовался 8-миллиметровый. Цвет бронза. Столбы высотой 2,5 метра. Столб 80 на 80. Снизу площадка такая с косынками изготовлена. Потом в дальнейшем будет перекрываться вот такими камушками. И то есть ее даже не будет видно. Ветровые фирмы изготовлены из профильной трубы 40 на 40. Наполнение из 20 на 20. Арки выполнены в виде фирм. Также наружная и внутренняя труба 40 на 40. Бочонки из 40 на 20. Наполнение у косины из 20 на 20. Парагоны изготовлены из трубы 20 на 40. Все покрашено в коричневый цвет. Столбы и фирмы крепились. Все на болты М10. Везде все протянули, закрепили. Поликарбонат. Скрепляли стыки с помощью базы крышки. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.